Девушки отдыхают Итак, как забрать круп 38D? И вообще, что это такое за машина? Это средний танк, премиумная тачка 5 уровня Германии. В целом машина, я бы не сказал, что прям какая-то выдающаяся и по техническим характеристикам особо ничем не выпячивается вперед, хотя играется вполне себе комфортно. Время сведения 3,4 в отношении ДПМа все в принципе неплохо для 5 уровня 1319 единиц. Приятное время перезарядки в 7,3. Почему говорю приятное? Потому что при таком времени перезарядки вы имеете средний урон в целых 160 единиц. А как правило, это показатель для танков 6 уровня. Плюс к тому, вы имеете пробитие в 110 единиц. И в отношении подвижности машина тоже задних не пасет. 45 вперед и 15 назад. Короче говоря, это такая себе бесплатная тачка, которую действительно приятно заиметь себе в коллекцию. Продавать абсолютно нет никакого смысла, потому что получаете взамен серебро, но и оставить ее в коллекцию для того, чтобы периодически кататься, было бы очень даже неплохо. Что необходимо сделать? Зайти в игру, увидеть у себя вот такой вот квестик. Если вдруг этого квеста у себя вы не увидели, сделайте один желательно победный бой. И в таком случае с высокой долей вероятности данный квест у вас появится. Хотя у большинства игроков он и так должен активироваться просто при входе в игру. Что вы получаете? Вы получаете возможность за 10 дней нанести 150 тысяч урона. То есть каждый день необходимо делать по 15 тысяч урона на любых танках, начиная от 5 уровня. И в целом, ребят, данный квест вы прошли. Когда и что вы получаете? На первых 4 уровнях вы получаете по целых 20 бустеров разного вида. Причем не обычных, а эпических, что я лично считаю очень крутым. Далее за 70 тысяч урона вы получаете аватарчик. Я его ценностью не считаю. За 100 тысяч на предпоследнем этапе вы получаете самого круп 38D, которого оставите себе в коллекцию. Потому что, как я уже говорил, ради серебра продавать его смысла абсолютно никакого нет. Ну а если еще немножечко, если это можно так назвать, попотеете, то возьмете себе контейнер немецкий, из которого можете забрать себе одну из довольно-таки интересных тачек, начиная с 7 уровня и заканчивая десятками. Те тачки, которые действительно являются стоящими в данном контейнере, это однозначно. Из низкоуровневых машин, Е25 чисто в коллекцию ради фана, стейр ВТ, который действительно является крайне приятной ПТ-хой с барабаном, кейлер, который действительно может вполне спокойно постоять за себя наравне вместе с левчиком. Левчика, кстати, продавали за 7 с половиной тысяч, поэтому вроде бы не сильно круто, но машина до сих пор играбельная. Ну и конечно же девятки и десятки. Самая классная девятка это КПЗ-70, ну а в отношении десяток я бы все-таки очень сильно хотел, чтобы вы себе заимели не КПЗ-50 тонн, хотя если вы любитель средних танков, он вам подойдет, а именно ВК-9001П, которого я лично считаю одной из лучших десяток среди тяжелых коллекционных танков. Ну и соответственно, искренне желаю вам получить из этого контейнера именно эту тачку. Поверьте, вы однозначно будете рады данной машине у себя в коллекции. Как я уже сказал, пройти данный квестик будет абсолютно несложно, а справиться с этим сможет даже самый ленивый танкист, потому что 15 тысяч уронов в день это в целом ни о чем. В отношении компенсации, компенсация серебром и как я уже говорил, если его продавать, то получите не так уж и много. За саму тачку получите всего лишь 480 тысяч серебром. А по большому счету это грубо говоря 5-6 нормальных боев на фармящей машине, ну и соответственно это же серебро будет у вас в копилке. Всем желаю успехов в прохождении данного квестика, пошел снимать следующее видео специально для вас в отношении еще одного игрового события, связанного с железными кружками. Ну а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.